Давайте, гроссмейстеры, так сказать. Ух, что я запарился? Знаешь, какой-то лимфодренаж какой, да? Да, это это. Антистресс. Ураг, конечно, побегает. Видишь, как специалист работает? Мне даже не страшно тут стоять. А можно потом поиграть тоже? Так, конечно. Видишь, ты неправильно ракетку направляешь. Ты должен... Ты наверх ее направляешь, она у тебя ухит свежая туда. Смотри, надо, чтобы мячик вот так вот, вот туда летел, вниз, вот сюда. То есть не параллельно? Гасить вниз. Вниз гасить его надо. Вниз. Ну, я называю гасить. Гасить? Я представляю волейбол, что я гашу. Что вот он летит, и надо его направить вот в середину сетки. В середину, немножко вниз. Видишь, немножко наверх и вниз. Горизонтально вниз. То есть держать вот так вот ракетку и немножко вниз. Видишь, наверх, вот что за херняш. Так понятно. Ну, хотя бы так. Не, ну, это неправильно. Надо же, чтобы он ударился, а это, надо вниз. То есть направлять движение вниз. В принципе, в жизни не нахват вот таких вот сенсорных игр, когда вот надо вот что-то... Так, конечно, вот он и ходит-то на развлекуху. А я обычно ничего не делаю, я слегка жду просто. Причем, именно не групповых, вот там пионер-бол, а именно парных. Снимаем дрессмейстеров. Ну, просто хорошо играют. Миньстеры, красные. Классный стул. Бильярд осталось поставить. Ну, у меня ассоциация с бильярдным. Чтобы какой-то еще стул. Там этот ки, там этот, злачные места. Стоп кием там всех. А бильярд это еще сложнее, там надо вот правильно... Да, шариком куда. Нет, сам бильярд, он ничего плохого не делает. Я просто... У нас в пионерском лагере стоял бильярдный стол и такой. Нет, и Каси. Да, нет, на два стола стоял. Маленький, еще мини-бильярдный. Блин. Боже, что это и хорошо. Я бы с кисок им поставила. Это снеси на кисок столб. Ну, это действительно, видишь, какие монстры, монстры. Зубры, можно сказать. Сейчас мы выиграем.